Так уж сложилось, что Россия имеет необычайно богатую и разнообразную историю, огромной вехой в которой можно с уверенностью считать династию русских императоров, носивших фамилию Романовы. Этот достаточно древний боярский род оставил на самом деле веский след, ведь именно Романовы правили страной на протяжении трех сотен лет, вплоть до февральской буржуазной революции 1917-го, после чего их род практически прервался. Династия Романовых, генеалогическое древо которых мы обязательно рассмотрим подробно и пристально, стала знаковой, отразившись в культурном, а также экономическом аспекте жизни россиян. Поехали! Романовы – это не совсем правильная историческая фамилия рода. Изначально Романовы пошли от Захарьевых. Однако патриарх Филарет Федор Никитич Захарьев решил взять себе фамилию Романов в честь своих отца и дедушки. Никиты Романовича и Романа Юрьевича. Так род получил фамилию, которая используется до сих пор. Боярский род Романовых дал истории одной из самых известных королевских династий в мире. Первым царским правителем Романовых был Михаил Федорович Романов, а последним Николай Александрович Романов. Хотя царский род прервался, Романовы и по сей день существуют. Несколько ветвей. Все представители великого семейства и их потомок сегодня проживают за границей. Около двухсот человек имеют царские титулы. Однако ни один из них не имеет права возглавить российский престол в случае возвращения монархии. Как уже сказано, род Романовых пошел от Захарьевых. Однако откуда Захарьевы пришли в московские земли неизвестно. Некоторые ученые считают, что члены семьи были уроженцами новгородской земли. А некоторые говорят, что первый Романов пришел из Пруссии. В 16 веке боярский род получил новый статус. Его представители стали родственниками самого государя. Произошло это благодаря тому, что Иван Грозный женился на Анастасии Романовне Захарьиной. Теперь вся родня Анастасии Романовы могла рассчитывать в будущем на царский престол. Возможность занять трон выпала очень скоро после пересечения династии Рюриковичей. Когда стал вопрос о дальнейшем престонаследии, в игру вступили Романовы. В 1613 году на царстве был избран первый представитель семейства, Михаил Федорович. Началась эпоха Романовых. Первый царь из династии Романовых родился в 1596 году в семье знатного и довольно богатого боярина Федора Никитича, который впоследствии принял сан и стал прозваться патриархом Филаретом. Супруга его была урожденной Шестаковой по имени Ксения. Мальчик рос крепким, смекалистым, схватывал все на лету. А, как всем прочему, еще являлся практически прямым двоюродным племянником царя Федора Ивановича. Что и сделало его первым претендентом на престол, когда род Рюриковича ввиду вырождения попросту пресекся. Именно с этого и началась династия Романовых, для которых мы и рассматриваем сквозь призму прошедшего времени. Государь Михаил Федорович Романов, царь и великий князь Сияруси, был избран не случайно. Время было смутное, ходили разговоры о приглашении на дворянство, боярство и царство английского короля Якова Первого. Однако взбеленилось великорусское казачество, опасаясь недостатка хлебного удовольствия, что они и получали. В возрасте 16 лет Михаил вступил на престол, но постепенно состояние его здоровья ухудшалось. Он постоянно был скорбен на ножки, а умер своей смертью в возрасте 49 лет. Вслед за отцом на трон зашел его наследник, первый и старший сын Алексей Михайлович, по прозвищу Тишайший. Продолжался род Романовых, древо которых получилось разветвленным и внушительным. За два года до смерти отца его предъявили народу в качестве наследника, а спустя два года, когда тот скончался, Алексей взял в руки скипетр. За время его правления случилось многое, но основными заслугами считается воссоединение с Украиной, возврат к государству Смоленской и Северной земли, а также окончательно формирование института крепостничества. Стоит также упомянуть, что именно при Алексее произошел известный крестьянский бунт Стеньки Разина. Следующим царем был Федор Третий Алексеевич, у которого с раннего детства проявлялись признаки цинги, или, как тогда говорили, скорбута, то ли от недостатков витаминов, то ли от неправильного образа жизни. Фактически в стране на то время управляли разнообразные семейства, а из двух браков царя ничего хорошего так и не вышло. Он умер в 20 лет, так и не оставив завещание на счет престола наследования. После смерти Федора начались распри, а трон был отдан первому по старшинству брату Ивану Пятому, которому как раз исполнилось 15 лет. Однако он просто не способен был управлять такой огромной державой, потому многие считали, что престол должен занять 10-летний брат его Петр. Потому царями назначили обоих, а для порядка еще и сестру их Софью, что было умнее и опытнее, приставили к ним в качестве регенши. К 30 годам Иван умер, оставив брата законным престол наследником. Первым в истории государства императором и самодержавством всероссийским, а по факту еще и последним его царем, стал Петр I Алексеевич, названный за великие заслуги и почетные дела свои великим. Мальчик получил довольно слабое образование, отчего питал огромное уважение к наукам и ученым людям. Отсюда и страсть к заграничному образу жизни. Он вступил на престол в возрасте 10 лет, но фактически управлять страной начал только после смерти брата, а также заключения сестры в Новодевичий монастырь. За слух Петра перед государством и людьми не счесть, и даже беглый их обзор занял бы не менее трех часов видео. Поэтому стоит заняться этим самостоятельно. В аспекте наших интересов же род Романовых, чье древо с портретами обязательно стоит изучить более подробно, продолжился, а государство стало империей, усилив все позиции на мировой арене на 200%, если не больше. Однако банальная мальчикаменная болезнь свалила оказавшегося таким несокрушимым императора. После кончины Петра власть силой взяла его вторая законная супруга, Екатерина Первая Алексеевна, настоящее имя которой Марта Скавронская. А годы правления ее растянули с 1684 года по 1727. Фактически реальную власть на то время имел пресловутый граф Меньшиков, а также Верховный Тайный Совет, созданный императрицей. Разгульная и нездоровая жизнь Екатерины дала свои страшные плоды. А после нее на трон был возведен внук Петра, родившийся в первом браке, Петр II. Он вступил на царствование в 27 году 18 века, когда ему едва исполнилось 10, а к 14 его свалила оспа. Управлять страной продолжил Тайный Совет, а после того, как он пал, бояре Долгоруковы. После безвременной кончины юного царя нужно было что-то решать, и на трон зашла Анна Иоанновна, опальная дочка Ивана Пятого Алексеевича, герцогиня Курлянская, овдовевшая в возрасте 17 лет. Огромной стороной тогда управлял ее любовник Бирон. Перед кончиной Анна Иоанновна успела написать завещание, согласно ему на престол и взошел внук Ивана Пятого, младенец Иван Шестой, или просто Иоанн Антонович, успевший побыть императором с 1740 по 1741 год. Сперва государственными делами за него занимался тот сам Бирон, потом инициативу перехватила его матушка Анна Леопольдовна. Далее к власти пришла внебрачная дочка Петра Первого, Елизавета Петровна, которая забралась на трон буквально на плечах бравовых вояк Бревроженского полка. После ее воцарения вся брауншвейская фамилия была арестована, а фавориты прежней императрицы преданы казни. Последняя императрица была совершенно бесплодной, потому наследников она не оставила, а власть свою передала сыну своей сестричке Анне Петровне. То есть можно сказать, что на то время снова оказалось, что правильнее всего пять императоров, из которых лишь трое имели возможность называться Романовыми по крови и происхождению. После смерти Елизаветы последователей мужского пола совершенно не осталось, и прямая мужская линия, можно сказать, совсем пересеклась. После того, как Анной Петровной был заключен брак с Карлом Фридрихом Гольштейн-Готорпским, род Романовых должен был пресечься. Однако спас династический договор, согласно которому сын от этого союза Петр Третий. А сам род теперь стал называться Гольштейн-Готорп-Романовский. Успел он всего за 186 дней посидеть на престоле и погиб при совершенно загадочных и невыясненных, и до сегодняшнего дня обстоятельствах. Да и то без коронации. А коронован был уже после смерти Павлом, как сейчас говорят, задним числом. Замечательно, что этот горе императора оставил после себя целый ворох Лжепетров, которые возникали то там, то сям, словно грибы после дождя. Екатерина II Великая, уроженка Пруссии, София Августа Фредерика Ангольц Цербская, при православном крещении, принявшая имя Екатерина, свергла с престола своего непопулярного мужа Петра Третьего и пришла к власти в 1762 году. Вела политику просвещенного абсолютизма, укрепляла позиции самодержавия, расширила границы государства, способствовала развитию науки и образования, провела реформу местного управления, поделив территорию на губернии. Преобразовала сенат, разделив его на шесть департаментов. При ней Россия окончательно закрепила за собой звание одной из самых развитых держав в мире. Будучи грамотной правительницей, она совершенно не проявляла себя как мать и жена. Имела множество фаворитов и любовников, а к своему сыну Павлу, наследнику престола, относилась холодно и с презрением. Нелюбовь к матери нашла свое отражение в государственной политике Павла. Павел I. Правление императора продлилось всего пять лет, но за это время он сделал все, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к покойной матери. Павел наперекор политике Екатерины ославил позиции обожаемого ею дворянства и несколько улучшил положение крестьян. Отстранил от престола наследние женщин, вел прусские порядки в российской армии. Будучи подозрительным и пугливым по характеру, усилил надзор и цензуру. Не пользовался поддержкой влиятельных слоев общества и был убит в собственной спальне в марте 1801 года. Александр I. Старший сын Павла I. Первые годы его правления поэт Пушкин охарактеризовал строками «Дни Александровых – прекрасное начало». Действительно, сразу после коронации он создал впечатление деятельного правителя и даже отдал приказ подготовить проект к конституции, так и оставшиеся лежать в ящике письменного стола. Во второй половине ее управления стало ясно, что политика начинает склоняться в сторону реакции, а масштабных либеральных реформ народ так и не сумел дождаться. В последние годы жизни нередко говорил, что желает отречься от власти, что породило легенду, будто бы похоронен в могиле вовсе не Александр, а сам император. Стал аншельником и уехал жить на Урал. После его смерти на престол должен был взойти его брат Константин, но тот по собственной воле отказался от власти. Николай I. Третий сын Павла. На день принятия Николаем присяги 14 декабря 1825 года дворяне назначили восстание. Они хотели провозгласить свои требования – отмену крепостного права, провозглашение демократических свобод, установление в государстве республики и создание конституции. Восстание декабристов на Сенатской площади было жестко подавлено. Участники отправлены в ссылку, пятеро из них казнены. Образ жизни императора был примером для подражания. Он не курил, не злоупотреблял алкоголем, имел строгий распорядок дня. В быту был неприхотлив, а также обладал отличной памятью и работоспособностью. Однако за чрезмерно педантичный склад характера государь прослыл ограниченным и неспособным к решительным действиям. Александр II. Смелый и деятельный представитель генеалогического древа династии Романовых, победитель русско-турецкой войны 1877-1878 годов, автор великих реформ, самое значение из которых – отмена крепостного права в 1861 году. За снятие с Российской империи позорного клейма крепостничества был назван в народе царем-освободителем. Возможно, дарование чрезмерной свободы населению сыграло с ним злую шутку. В России стало проявляться все больше протестных движений, а в марте 1881 года освободитель был убит членами организации «Народная воля». В государе была брошена бомба, и через несколько часов после трагедии он скончался от ранений в Зимнем дворце. Александр III. После трагической кончины отца государство возглавил царь-миротворец Александр III. Назван был так, потому что в период его правления Российская империя не вела ни единой войны. Наученный горьким опытом своего предшественника отказался от дальнейшей либерализации и ввел консервативную политику. Был известен как превосходный, любящий и заботливый муж и отец. Погиб во время железнодорожной катастрофы, удерживая на плечах крышу, чтобы та не обрушилась на его родных и близких. Николай II. Последний царствующий наследник дома Романовых. В период его правления в стране нарастали социально-политические противоречия, вылившиеся в конечном итоге в революции 1905-1907 годов, а затем в февральскую революцию 1917. После которой государь отрекся от престола и вместе со всеми членами семьи отправлен в ссылку. Мнение о фигуре Николая до сих пор неоднозначное. Его называют слабохарактерным и никудышным правителем, но в то же время отмечают его необыкновенную привязанность к семье своим детям и супруге Александре Федоровне. Жена и дети до последних секунд жизни оставались неразлучны и были расстреляны революционерами в июле 1918-го. История царского рода на этом завершается, но схема генеалогического древа династии Романовых расширяется, появляются новые фото, лица, фигуры. А значит, связь нынешних Романовых с предками и память об этих выдающихся личностях сохранится для будущих поколений потомков великой семьи. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите свои комментарии по поводу семьи Романовых и увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока!